Пятигорск, пятидневка, пятница. Есть нечто в общее в этих словах, не правда ли? И пусть ныне все мы потерялись в днях недели, тем не менее пятница святое время отдыха, когда вспоминается все лучшее за неделю, или за месяц, или за год. Мне вспомнился вечер, который я и сотни других почитателей джаза провели на фестивале триумф джаза в Пятигорске, вместе с Мусоргским джаз-оркестра и Анастасией Лютовой. Как говорил Владимир Маяковский, если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно. И когда на унылость сером в фоне примитивной попсы и невнятного рэпа появляется джазовая звезда, становится ясно, это нужно всем ценителям настоящей музыки. Анастасия Лютова за короткий срок получила признание музыкантов и завоевала расположение публики. И, имея блистательную внешность и незаурядный голос, она могла бы стать одной из многих эстрадных певиц, но выбрала джаз. Джаз всегда нравился с самого детства, и как-то так получалось, что всегда мое ухо выцепляло именно какие-то джазовые фрагменты из всех фильмов, мультфильмов и вообще из всего, что я слышала. Всегда как-то именно это было почему-то близко, и поп-музыка не очень привлекала. Всегда как-то именно душа тяготела к джазу. Всегда исполняем мы те композиции, которые в первую очередь нам нравятся самим, от которых мы получаем большое удовольствие, от которых у нас что-то ёкает, скажем так. И, собственно, и с оркестром, то, что мы сегодня играем, и то, что я исполняю со своим собственным составом, с малым, под названием лютый бэнд, это всегда те композиции, от которых мы получаем огромное удовольствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В последние годы на российской джазовой сцене появилось немало талантливых вокалистов, но певиц, исполняющих джазовую классику на высоком уровне, по-прежнему единицы. И одна из них – Анастасия Лютова. Ну, раз программа называется «Педегорский позитив», безусловно, я всем желаю позитива. А верный спутник позитива – это джазовая музыка, поэтому слушайте хорошую музыку, слушайте джаз и приходите на замечательные концерты и слушайте, в первую очередь, живьем, потому что это живые эмоции и заряд таких концертов сохраняется надолго. Анастасия Лютова много гастролирует с организованным ею кематом. Лютый бэнд, в состав которого вошли известные российские джазовые музыканты. Сегодня репертуар ансамбля составляют хиты американской музыки 30-х-50-х годов, но Анастасии не чуждые и советские песни тех времен. И когда вы, друзья, потихоньку заведете, мне бы очень хотелось, чтоб песня моя, как приятный друг, помогала в работе, ведь и горцы, и друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова